Книга «Открытым оком», том 26, тема «Промысел Божий». Вопрос 3833. «Когда мы были маленькие, нас одобряли за любознательность, чтобы успели познать многое. О вопросах веры любознательность одобряется или как?» – отвечает Игнатий Тихонович Латкин. «Надменный ум пытается вторгаться в ту область, где он все равно без откровения Божия ровным счетом ничего правильно не рассмотрит и будет только кощунствовать». Второзаконие, 29 глава, 29 стих. «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». Псалом 130, 1 стих. «Господи, не надумевалось сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое». Из бездны вечности, из глубины творения, на жгучие Твои запросы и сомнения Ты, смертный, требуешь ответа в тот же миг. И плачешь, и клянешь ты небо возлобления, что не ответствует на Твой душевный крик. «А небо на тебя с улыбкой взирает, как на призного ребенка смотрит мать. С улыбкой, потому что все, все тайны знает, и знает, что тебе еще их рано знать». Князь сказал неустанному зодчему, «Сам-то веришь во что от души?» Тот ответил довольно находчиво, «Вообще боги все хороши. Нет богов, что являлись бы лишними, хоть одни были слишком уж пышными, а другие совсем никудышными. Потому-то и вышло всевышнему, тут и там купола золотят. Впрочем, сам-то я из матьянского хлыста, Там в религиях нет постоянства. Верят во что хотят, и за это все боги простят». Леонид Мартынов. Иакова, 1 глава, с 6 по 8 стихи. «Но допросит с верою, немало не сомневаясь, Потому что сомневающийся подобен морской волне, Ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Из лешек некто чуть уж не замерз зимою, За лютостью стуж, да и за наготою. Увидевший мужик его взял в домик свой, В избушку тепло ввел и местечко дал в той. Сам руки приложив к кустам своим, в них дует. Дивился леший тот, и меня, что он балует. Причина у него тому дутью спросил, Мужик ему на то, как к гостю доносил, Что руки он свои озяблые тем греет. Сказал, а сам на стол, в печи, что не имеет, То совокупно все тогда вот начал несть, И лешего с собой за стол зовет он есть. Сел леший с ним тот час, мужик сперва из чаши, На ложку почерпнул себе горячей каши. А картос своему принесший дуть же стал, Вот леший пущий уж девясь еще спрошал, Чего бы он ради дул, и так-то жарко было. Мужик тут отвечал, чтоб жарко и простыло. Скочил из-за стола тогда тот леший друг, И говорил, прощай, прощай, навек мой друг, Я не хочу пробыть здесь только и с ночлегом, Не то, чтобы вовсе жить с таким нечеловеком. У коего из уст одних, да не одно, А именно, сказать, тепло и студено. 1752-й, Тридиаковский, Исайя, 34-14, И звери пустыни будут встречаться с дикими кошками, И лешие будут перекликаться один с другим, Там будет отдыхать ночное привидение, И находить себе покой. Много зла-то получив дорогу, Я бесценный разменял металл, Мало дал я дьяволу и богу, Слишком много кесарю отдал, Потому что зло и окаянно Я с умы страшился и тюрьмы, Откровенье помня Иоанна, Жил я по Евангелию Фомы. Ты ли нагадала и напела Ведьма древней русской маяты, Чтоб любой уездный компанелло Митил во вселенские христы? И каких судеб во изменения Присудил мне дьявол или бог Поиски четвертых измерений В мире, умещающемся в трех? Нет, не ради славы и нагады От великой боли и красы Никогда взыскующие грады Не переведутся на Руси. 1956 год, Сергей Наровчатов. Деяние 4 глава, 12 стих Ибо нет другого имени под небом Данного человека, Которым надлежало бы нам спастись. Матфея 13, 58 И не совершил там многих чудес По неверию их. Евреям 3, 19 Итак, видим, что они не могли Войти за неверие. Мозги надежно пропахали Потом примяли тяжело И от безбожной пропаганды В душе и пусто, и светло А бог, любивший цвет и пенье И музыку, и аромат В углу набравшийся терпенья Гляди, как храм его громят Борис Слуцкий Третья ездра, 16, 78 Горе тем, которые связаны Грехами своими И покрыты беззаконними своими Это поле, которое заросло кустарником И через которое путь покрыт терном Так что человек проходить не может Оно оставляется И обрекается огню на истребление На небе вечерком светилась и звезда Был постный день тогда Быть может, пятница, быть может, середа В то время в саду гуляло чье-то брюхо И рассуждало так с собой Бурча и жалобно и глухо Какой хозяин мой противный и несносный За тем, что день сегодня постный Не станет есть мощейник до звезды Не только есть, куды Не выпиты ковша воды Нет, право с ним наш брат не сладит Знай, бродит по саду ханжа На мне ладони положа Совсем не кормит, только гладит Меж тем ночная тень Мрачней кругом легла Звезда, пришурившись, глядит на край окольный То спрячется за колокольней То выглядит из-за угла То вспыхнет ярче, то сожмется Над животом из-под тишка смеется Вдруг брюху ту звезду случилось увидать Анхвать, она уж кубрем несется С небес долой вниз головой И падает, не удержав полета Куда ж? В болото Как брюху быть, кричит, ахти да ах И но ругать звезду в сердцах Но делать нечего, другой не оказалось И брюхо сколько не ругалось Осталось, хоть вечером она тощак Читатель басня эта Нас учит не давать бескрайности обеда Паститься до звезды, чтоб не нажить себе беды Но если уж пришло тебе хотенье Паститься для душеспасения То мой совет, я говорю из дружбы Спасайся, слова нет Но главное, отставай от службы Начальство день и ночь Пекущейся о нас Коли сумеешь ты прийти сему по нраву Тебя, конечно, в добрый час Представит к ордену святого Станислава Из смертных ни один уж в жизни испытал Как награждают нрав почтительный и скромный Тогда в день постный, в день скоромный Сам будучи степенный генерал Ты можешь быть и с бодрым духом И сытым брюхом Ибо кто ж забретит тебе всегда Везде быть при звезде Козьма Прудков Псалом 34, 13 стих Я во время болезни их Одевался во вретище Изнурял постом душу мою И молитва моя возвращалась в недра мою Матфея 17, 21 Сей же род изгоняется только Молитвою и постом Лука 2, 37 Вдова лет восьмидесяти четырех Которая не отходила от храма Постом и молитвою Служа Богу день и ноль С